Приведение интерфейса AutoCAD в классический вид. Многие пользователи, которые привыкли работать со старыми версиями данного программного продукта, чувствуют себя не очень уютно, когда смотрят на данный вид интерфейса, в котором у нас присутствуют вкладки вместо привычных для них панелей инструментов. Ну и цветовая гамма тоже зачастую является или излишне темной, или какой-либо другой по цвету не очень привычный. Для того, чтобы привести интерфейс и управляющие его элементы к классическому виду, нам необходимо воспользоваться вкладкой управления и выбрать команду редактирования, то есть установок пользовательского интерфейса. Customize User Interface При нажатии на эту кнопочку откроется диалоговое окно, которое будет содержать различные варианты настройки рабочего пространства. По умолчанию установлено рабочее пространство, которое называется рисование и аннотации, и оно используется чаще всего для плоского, то есть двухмерного моделирования двухмерной графики. Если мы с вами работаем в трехмерной графике, предлагаются два варианта различных настроек интерфейса под нужды трехмерной графики. Также мы можем полностью настраивать все элементы интерфейса. Но нас в данном случае интересует пункт классический автокад. Выбираем данный пункт меню и нажимаем кнопочку установить. После чего нажимаем применить, ну или кнопочку окей, если мы не будем донастраивать различные элементы интерфейса. Классический элемент, классический интерфейс предлагает нам опять-таки верхнее главное не спадающее меню, а под ним привычные для пользователей старых версий инструментальные панели, которые можно также добавлять, располагать слева, справа, сверху, снизу, так как вам привычно, так как вам удобно. И работать с соответствующими командами так, как вам нужно. Чаще всего цветовая гамма программного продукта считается более профессиональной темной вид интерфейса. Может быть вам нужно изменить темные оттенки, возможно вы привыкли работать с другой цветовой гаммой. Чтобы это поменять нужно зайти в настройки программного продукта, для чего можно воспользоваться пунктом меню сервис настройки, либо вот здесь нажать на кнопочку файл, ну или кнопочку программного продукта и выбрать пункт меню параметры. Вторая вкладка отвечает за настройки цветов. Значит светлая или темная цветовая гамма. Значит по умолчанию обычно установлена темная цветовая гамма. Если нам нужно поменять фон холста, на котором мы с вами работаем в видовом экране, фон видового экрана, нажимаем кнопочку цвет, после чего вот первым пунктом, который называется однородный фон, и будет возможность смены данного фона. Вот допустим поменяли на белый и работаем так как это было привычно. Надеюсь на этот вопрос мы вам ответили. Благодарим за внимание, обучайтесь с нами.